Ну чё, ребята, вот так вот я сижу, качаюсь возле моря и играю в вулкан. Поднял немного бабок, да как немного, ну так-то нормально, чтобы переехать сюда. Сижу, играю, кручу. Ребята, не забывайте, что если вы перейдёте по ссылке в описании, то вам перечислят 100 бонусов на первый же депозит. Так что, ребята, давайте бегом крутить. Народ, привет всем. В общем, я купил Sonata. У меня была до этого Sonata 2,7. Эта Sonata 2-литровая, но с пробегом в полмиллиона. Давайте, как всегда, я вам покажу по кузову. Взял я её за 170 рублей. По кузову, в принципе, она ровная, но красить её всю надо, потому что везде какие-то мелкие косяки, видит царапин. Ну, краска кое-где отошла, капот весь в сколах, то есть ржавчина, да. Бампер весь покоцанный снизу. То есть, по сути, если её, ну, продавать, то красить всё надо, по-хорошему. Какими-то отдельными элементами тут не обойтись, потому что на каждом есть какой-то косяк неприятный. Если обливать, то надо будет всю. Машина так в авариях сильных не была. Подкрашивались у некоторых деталей. По оптике, это родная здесь оптика стоит, капот родной. Вот здесь всё в сколах. Машина очень много ездила по трассе, поэтому она ездила, по сути, столько. Ну, а на пятого года, как бы уже не свежий, да, 12 лет. Есть по левой стороне, вот здесь, по крылу, вот эта вмятина. Такая вот просто, здесь касательная, немножко небольшая была авария такая, вот въехал человек. И, соответственно, здесь всё это сказалось на молдинге. Вот здесь царапина, которую полировка, скорее всего, не уберёшь, потому что она вот здесь глубокая на двери, по краям. Здесь тоже молдик, атошовая ручка. И, соответственно, заднее крыло. Такая же беда, как и с передним. Здесь ржавчина. Скорее всего, конечно, можно покрасить её как-то переходом. Вот до этого, до этого кантика. Но всё равно тут за каждую платить пятак. Так, по сути, я эту машину взял, чтобы перепродать, как бы, ничего не делая. Но там по системе охлаждения небольшой косяк, там не хватает вентилятора. Потом это я всё покажу вам. И, как бы, с этой машиной, с таким пробегом, ну, заморачиваться уже смысла нет, потому что, ну, из говна конфетку никак не сделать. Так, здесь по задней тоже бампер весь коцаный. Здесь обшарпан. Если его красить, тоже придётся весь, потому что, ну, здесь коцки, здесь крышка не хватает. Кто-то спиздил надпись Hyundai. Здесь вот какая-то на багажнике фигня, но вроде она, так я посмотрел, на мойке должно всё это отойти. Оптика задняя. Фонари, как меня поправляют там в комментариях. Сзади не фара, сзади фонари. Всё это, как бы, здесь родное. Машина на убитой резине, на каме. И переднее колесо, кстати, вообще зимнее. Я не знаю, откуда он его взял. Три покрышки камы. Резина уже мёртвая. Она, наверное, даже сезон, как бы, сезон на ней даже не получится, наверное, доедеть. Но сейчас, по сути-то, всё равно в зиму уже надо покупать зимнюю резину. А передняя, вот только единственное, вот, Gislavit нормальная, она шиповка. Но уже тоже, вот, вылезла шишка. Вот за это я не люблю диски, потому что по нашим дорогам, вот, особенно, кто знает, в Волгограде у нас вообще дорог нету. Попадаешь диском, сразу вылазит. Как бы, косяк в виде шишки на резине. Так, лоб Мениный. Это, по-моему, наше производство. Ну, а так, комплектация, кстати, неплохая. Давайте под капотом я покажу, как всегда. Потом в салон уже перейдём. Ну, так. Где здесь она? Так. Двухлитровый мотор, 131 лошадь. Ну, он, конечно, уже мёртвый, потому что и дымит чуть-чуть. То есть, в хорошем варианте, ну, машину такого класса, да, такого года, где-то от пятого до седьмого, именно двухлитровый на палке, можно взять тысяч за 250. Но вот эта ушатанная, я думаю, ну, 190 должна всё-таки стоить. Есть любители, просто как бы по комфорту она даст фору любым. Всё-таки она мягенькая, база у неё широкая. И по шумке, в принципе, неплохая машина. Но есть и походовки, некоторые косяки, как бы. Машина всё-таки уже не новая. И с таким пробегом... Её возьмёт, если только какой-то любитель, может, здесь почему-то... Вот, о чём я вам говорил, здесь нету радиатора на кондёр, вот фишка висит. Я не знаю, правда, с какой он стороны тут. И вон с той стороны тоже фишка висит, нет радиатора на сам. Фу, вентилятора на... Вентилятора. Нет на охлаждение, на кондёр. В общем, два вентилятора. Надо купить вместе с кожухом и с моторчиком. И сюда вот их подключить. Блин, упало фигня. Так, крепления, вроде вот сюда они должны крепиться, вот они, через просто обычные болты. Так, передок у машины целый. Стаканов всё, нет. В принципе, она не гнилая. По низу тоже. Как бы вот та газовская сборка. В принципе, за такой бег ещё машина живая осталась. Я думаю, наша бы десятка, там, четырка такого года, вся ржавчина была. Вся сгнившая уже и снизу, там, и везде. Есть гур, климат. Ну, это уже потом как в салон. Я сяду, вам всё это покажу. Ну, а, кстати, вот это я не обратил на это внимание по капоту, что здесь что-то колхозили. Здесь какую-то планочку прибили, наверное. Может, не удавалось им отрегулировать капот. Вот так капот всё родной. Всё как на заводе. Так, ну давайте перейдём в салон тогда. Посмотрим салон. Итак, состояние салона. В общем, такое вот за полмиллиона пробега. Стёртая сидушка в хлам. Уже сколько раз сюда садились, да, и выходили из машины. Стёртый хлам руль. Он кожаный, но уже почти до дыры весь стёрт. И ручка КПП. По сути, если бы с машиной как бы, ну вот, не дымила она чуть, с охлаждением всё нормально бы было. Можно было заморочиться и всё это сделать. В принципе, наверное, было бы недорого. Вот у ребят, у которых я сонату делал, думаю, боковину они мне за полторашку бы сделали. Руль они перешивают за две с половиной, ну и рычаг 500 рублей. То есть, всё вместе можно было за 4 рубля это всё сделать. И уже смотать пробег. А так, подогревы, климат. Всё, в принципе, работает. Безопасность, всё как бы на месте. Так, давайте по жопе. Кожаный салончик. Нету сзади ковриков. Покупать, конечно же, я их не буду. Как это, да, лысый, блядь? Делать я, конечно, их не буду. Так, ну вот. Полмиллиона пробег. В принципе, живой салон, кроме водительского места. Потому что везде больше нигде он не рваный. То есть, картошку на машине не возили. Так, ну и багажник, давайте вам покажу. Там валяется какая-то запаска старая. Непонятно, откуда он взял её. А, кстати, что я пошёл ключом открывать. Тут же есть кнопка. Сейчас я кнопку всё открою по-дилерски. О, всё работает. Чётко. Такая вот запаска. О, кстати, колесо на каме вот этой вот. Может, его стоит и вперёд поставить. Но я думаю, что она совсем... Хотя нет, накачанная вроде. А, нет, нифига не накачанная. Мёртвое колесо тут. Такое вот состояние. Здесь не хватает лампочки. Чему и не хватает здесь? Значит, может, какой-то стопак или габарит не работает. А так даже за 12 лет вот работают упоры. Всё, Паш. Кататься или не кататься на машине, не знаю. Чё вот, не услышите, ничего. По сути, сходовка есть какие-то мелкие такие. Ну, пробивает иногда подвеску какую-то спереди, сзади тоже. Но я думаю, это, наверное, со стойки стабилизатора, скорее всего. Плюс какая-то граната хрустит. Движок. Ну, давайте я вам ненадолго заведу. Как раз газану. Посмотрите, как он дырит. Сейчас, секунду. А что-то иди сзади сними, брат. Так ГУР работает. Есть система стабилизации даже. В принципе, чеков ничего не горит. Что там, пиздец, да? Завеса была лютая. Вот, короче, движок в таком состоянии. Но, думаю, кто-то под ремонт возьмёт рублей за 190. Буду пробовать. Посмотрю, сколько стоит вентилятор. По сути, здесь вложение только помыть машину. Купить вентилятор, охлаждение. Вентилятор-конзер, наверное, не буду. Скорее всего, всё это поставлю. И выставлю на продажу. Вот и всё. 495 тысяч. И по ошибкам всё загорается и тухнет, в принципе. Всё нормально. Заводится машина нормально. Давление масла не горит, но... Скорее всего, это проблема в кольцах, наверное. Колечки подкинуть и нормально всё будет. Потому что так мотор не стучит, не гремит. Всё хорошо. Есть музыка простяцкая. Климат. Подогревы. Всё работает. Стеклоподъёмнички. Здесь небольшой косяк. Подстаканники. Куплен такой вот вентилятор. Я купил на охлаждение. Сейчас вместе с вами его откроем. Дай бог он подойдёт. Не придётся ехать его менять. Так. Такой вот вентилятор. Made in Korea. Вместе с моторчиком. Так, графику вроде та. Вот, которая там висела. Буду ставить. Сейчас в гараж поеду. Поставлю. Уже покажу потом. Так, холодный пуск. Ого. Блин. Гидрики стучат. Всё, поехал я вообще в гараж. Вот, слышали хруст? Похрусту. Граната какая-то. Ставлю вентилятор. Ставлю вентилятор. Поставлю вентилятор. Потом поеду на мойку. Помою кузов. В салон чисто можно коврики просто сполоснуть и всё так. В принципе, он не грязный. Всё. И можно ставить на продажу. Поначалу может... Да, рублей 195 поставлю. Или может даже 200. Посмотрю, как народ будет звонить. Такого класса тачку, конечно, за столько купить. За такие цены приорту нормальный не найдёшь, в принципе-то. Соната. Блин, что-то 2000 оборотов держит с датчиком. Может, что-то неисправность какая-то. Гидроссель. Не должен так. Он сильно крутит её с утра. Короче, я показывал. В машине всё есть для комфортного передвижения. Сигнал не работает. Ну всё, ладно, там уже в гараже. Увидимся. В общем, купил я радиатор. Начали менять этот вентилятор, блядь. Радиатор, короче, течёт. Купил 2-300 вот такой радиатор. Стоит это Китай. Потом закупил тасола по 200 рублей каждая бакларка. Здесь у меня ещё остатки были. И надо будет поменять масло. Вот уже этот бачок снят. Купил раскоксовку. Вот такую, 300 рублей она стоит. И, соответственно, надо будет масло поменять. Масло тут тоже дешманское. Всё это залью. У меня человек за работу, в общем, попросил полторашку за всё это вместе. То есть тасол поменяет, поставит радиатор, поменяет масло, поставит вентилятор. Вот, полторы тысячи я ему отдам. Даже он занимается, у него там свой гаражик. Всё это поменяем. Вот. И уже, в принципе, после замены останется только помыть. Если ещё, блядь, не дай бог ничего не вылезет. И уже выставлять на продажу. Такие дела. Ну, в общем, я поехал. Я, в общем, сейчас от мастера. Вот здесь в гаражах. Сейчас покажу. В общем, всё, он поменял. Рубль 700 работа. Смотри, у тебя амортизаторы что-то перестали держать. Я по горбу как не вижу. А, ну да, что-то, блин, держали вроде. Амортизаторы что-то перестали держать. Ну, раз, два, три открыла. Так, всё, радиатор здесь поменен. Вентилятор. Дай этот видосик. Вот тут снимал мыл, но, наверное, что-то это. Опять он начинает вот это. Да, это движок, движок сейчас помою. Вот эта вот катушка. А, катушка, да, значит? Да, катушка одна вроде. Ну, она пробивает. Я ночью завел, я же крышку снимал, чтобы вот эти вот патрубки лазить. И фильтр там вообще весь забитый. Я вот этот вот, чтобы сливать, вот этот вот шланг сдергивал. Потому что, чтобы вот, ну, нету пробки. Ну, я понял. Я не нашёл. Ну, ладно, что, разберусь тогда, ага. Поеду мыть тогда. Вот это поставил. Ну, всё, спасибо. Да нет, не знаю. Ага. Так, здесь у нас фишка осталась для другого вентилятора. Тасольчик, масло, всё поменяно. Так, сейчас гляну. Блин, неудобно. Какая-то херня не работает. Вроде работала. Новенькое маслице. Ну, в общем, всё. Еду на мойку. Помою. Выставлю для начала, наверное, рублей 195. Конечно, хотелось бы вот это всё сделать. Но смысла что-то в этом не вижу. Там ещё гранату. Катушка сейчас подсекает. Оборот она что-то не держит. Гранат у меня есть. В общем, тут делов как бы очень много. В идеал её всё равно не приведёшь. Изначально вообще ничего не хотел делать. Не так продавать. Вот видите, как всегда получается. Это только в сказке, блядь. Купил, продал, ничего не делая, блядь. Заработал полтос, блядь. На деле надо поебаться. Всё, еду на мойку. Здесь, ребята, не заходили, я даю палку. Визок пока отстывает. Добавил всё. Да. Так, помыл. Ластухло. По салончику все коврики тут всё отмыли. Ну, по-моему, что-то раскоксовка не помогла. Не знаю, видно, нет? А-а-а, вон с той стороны. Раскоксовка не помогла, к сожалению. Вот. Блин, цепление тоже в самом конце прям уже цепляется. Так. Я сейчас поставлю 195 её. Вот, если кто-то 180 сдаст, отдам. С другой стороны, вот за эти деньги, по сути, ну, 180 рублей, да? Вот, что вы возьмёте? Да ничего, блядь. Приору какую-то девятую в годы, десятую. Тоже будет вся ушатанная. Это классно выше машина всё-таки на коже, блядь. Дымит движок, конечно, но он едет. Человек не горит. Значит, компрессия ещё в норме. Ну, не в норме, но, по крайней мере, не в хламе. Так, ладно. Еду домой и выставляю. Да, граната справа тоже хрустит. Но мне этот мастер, который движок делал, тоже под неё залазил, говорит, пыльник порвать. Вот сзади по подвеске тоже надо. Резина нужна. Сцепление делать. Движок делать, блядь. И вот её купит же кто-то, купит по-любому. Потому что нету людей, народу, ну, нету машин, нету денег на новую автомобиль. Покупают эти вёдра и потом, блядь, плюются вот это, ремонтируют их, ездят. Это Россия, блядь. Ладно, всё. Такой пацанате, в общем, продана. Машина ушла за 190 тысяч ровно. Под себя, в принципе, её никто не хотел брать. Она пару недель продавалась. Но в итоге, как бы, там человек один забрал. Получилось заработать с этой машиной десятку, потому что вышло... То есть пришлось радиатор покупать. Мастеру там заплатил вот эту раскоксовку. Покупал тасол. Всё вот это вот вместе навалилось где-то на десятку. Мойка. Ну, как бы много не получилось с неё поднять. Но, по сути, машина, конечно, была мёртвая. С таким пробегом я, в принципе, не расстроился. Хорошо, что не в ноль. Вы, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в другом видео.